Бокер Тов, доброе утро! Начинаем наш второй урок по главе Итро Урок за здоровье Светлана Батклара, Анна Батривка, Полина Перл Батсоня Сура, Женя Бат-Ида, Моша Бен Рая, Эдди Бруха Батцара, Анна Бат-Елена Евгений Бен Софья, Моисей Бен Ева, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен Берл, Евгения Бат-Ита, Двоера Бат-Мира, Ирина Бат-Двоера За поднятие души Яков Бен Нахум Владимир Бен Григорий Лев Бен Шмуэль Ури Бен Харитон Хая Малка Бат-Йосиф Мира Бат-Аврагам И за хороший же дух Арон Арьеб Бен Двоера Мы читаем в главе Итро Итро видит что Маше делает он целый день с утра до вечера принимает людей люди к нему стоят очередь и ждут его совета его решения он как судья с утра до вечера и Итро говорит Маше что это ты делаешь Маше говорит что приходят люди когда у них есть какие-то вопросы и я сужу между одним человеком и другим Итро говорит так ты из не можешь один или народ будет получается страдать из-за этого разве это посильная для тебя такая ноша я тебе дам совет говорит Итро и всесильный будет с тобою ты выбери людей достойных которых не терпят корости лучших людей и поставив главами тысяч главами сотен главами пятидесяти и главами десяти и они будут помогать тебе то есть если у человека есть какие-то вопросы он идет к своему десятнику если вопрос сложнее идут перед десятнику еще сложнее к сотнику есть вопрос сложный к тысячнику если вопрос нерешаемый так то тогда идут к тебе и ты уже спрашиваешь решением Всевышнего и отвечаешь то есть мы знаем в Торе у нас есть такие вещи что мошенник действительно не знал что делать он спрашивает как поступить к примеру человеком который хворо субботу собирает он не знал ответа как поступить на случай и Всевышний ему сказал имя его Славхад как открывает нам рабе Акива и потом как поступить с дочерьми Славхада когда они справедливо просят разобраться с наделом земли если они выйдут замуж за представителя другого колена то и земля уйдет к другому колену вот если еще такие вопросы возникают когда Маше не знает как поступить человеку который проклинал имя тоже он обращается и Всевышнему отвечает как поступить из этого мы знаем что даже Маше не знает ответов на все вопросы так поэтому Маше послушался Итро и он выполнил все что он сказал и у нас стало очень большое количество судей мы можем себе только представить сколько это было людей то есть если это было тысячников то 600 человек а сотников 6000 есть 50 12000 и десятников 600 тысяч человек это около потому что это когда мы выходили из Египта у нас было около 600 тысяч человек естественно за эти дни нас стало больше по идее цифра возросла может до 80 может больше мы не знаем точно до пересчета потом мы уже знаем пересчет будет 603 550 человек при первых двух пересчетах и в конце у нас будет пересчет когда будет 600 на 1730 человек в конце пустыни будет тоже у нас но и отдельно еще будут посчитаны левиты потому что левиты со всеми нами не считались теперь где еще требуется помощь Маше когда мы получим то ровно корей Синай то всевышний скажет идите и мы придем в одно место после пустыни Синай и придем в одно место и народ начнет требовать пищи которую вожделили и всевышний кажется сжет край стана вот так вот и Маше взмолится куда потом народ начинает плакать видит что наглостью не получается дерзко мы требовали там и начал народ плакать и Маше говорит всевышнему откуда у нее у нас мясо где мы возьмем столько мяса даже если весь скот зарезан будет или все рыбы морские выловлены будут где возьмем мясо и непосильно мне эта ноша Маше говорит всевышнему всевышний говорит выбери достойных людей 70 человек и они будут тебе помощью и отдели духа который на тебе Маше так и сделал выбрал с каждого колена по 6 человек и у него оказалось 70 помощников что касается двух оставшихся из 72 которые они вошли то они были тоже с даром пророчества и они пророчествовали в стане и Егошуа сказал Маше останови их они пророчествуют они объясняют людям что Маше не будет потом и так дальше что он с нами не войдет в страну к нам получает пророчество Маше был скромнейшим человеком и говорит не ревнуешь ли ты за меня говорит Егоша я бы хотел чтобы все до одного сына Израиля были пророками так он боролся о свой народ на сегодняшний день наш урок заканчивается всем всего самого лучшего до встречи завтра утром кто хочет полный урок послушать то у нас он есть на фейсбук ставим мы его весь урок нашей группы когда мы всю главу читаем понедельник и четверг кто хочет пожалуйста смотрите всем всего самого наилучшего